Зверь-машина И самый длинный, затяжной такой пробег у нас был в 450 километров, исключая дорог общего пользования, это именно такое уникальное место по своей красоте, это Ивановские озера. Приехали глубоко за полночь, холодные, голодные, но получили массу впечатлений, участники довольны конкурса, и мы в Абакан. В этом году организаторы ТВ-проекта запустили среди зрителей конкурс «Поехали с нами». Из сотен заявок они отобрали 30 победителей, разделив счастливчиков на 4 команды. Для каждой подготовили свой маршрут, в том числе Сибирскую дорогу мужества по нашему региону. Как признается наша землячка Маргарита Захарова, которая сейчас проживает в Новокузнецке, этот квадропробег совершенно по-новому открыл для нее Хакасию. Я, наверное, призываю многих именно жить в моменте, здесь и сейчас. Если предоставляется возможность поучаствовать в подобном проекте, либо просто освоить какую-либо технику, не бояться. Просто возможности они появляются в нашей жизни редко. И если ее упускать, то вот самое вкусное можно пропустить. Для меня это такое количество новых впечатлений, новых эмоций. Я пока еще живу там. Мы уже вернулись вчера вечером, но я все еще живу, прорабатываю эти эмоции. И когда я сяду монтировать свои фильмы и просматривать фотографии, я мысленно снова вернусь в Хакасию и снова в эти пять счастливых дней, которые я прожил у вас здесь. Теперь команде телепроекта «Вне зоны» предстоит неблизкий путь домой в Санкт-Петербург. А в следующем году они планируют дать старт новому конкурсу. И как знать, быть может в команде экстремальных путешественников присоединится кто-нибудь из наших земляков. Мы в Абакане! Поехали с вами!